Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. В Коми произошел разлив нефти. Россияне стали рекордно много работать. В Коми произошел разлив нефти. ТАСС передает. Разлив нефти из-за неисправности трубопровода произошел в воскресенье 2 июля на территории округа Усинск в республике Коми. Кроме того, часть нефтепродуктов попала в реку Колва. В связи с инцидентом введен режим повышенная готовность. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства в официальном телеграм-канале. На территории округа Усинск действует режим повышенная готовность. Сегодня на промысловом трубопроводе ООО «Нобель-Ойл» на южно-ожском нефтяном месторождении обнаружен отказ трубопровода. В связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва. Отмечается в сообщении. Очередная техногенная авария произошла в России. Снова капиталисты, приватизировавшие советское предприятие, ни рубля не вложили в их модернизацию. В очередной раз вину свалят на технических специалистов, обслуживавших устаревший трубопровод. Для того, чтобы не допускать такого, нужен прежде всего рабочий контроль со стороны трудового коллектива, объединенного в профсоюз. Россияне стали рекордно много работать. РБК сообщает, на фоне низкой безработицы и дефицита кадров, у россиян выросла продолжительность трудовой недели, следует из данных Росстата. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения, по крайней мере, с четвертого квартала 2012 года. Тогда она составляла 38 часов 29 минут. Подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалдинговой сети Финэкспертиза на основе данных Росстата. Исследования компании есть у РБК. Основной прирост рабочего времени по итогам первого квартала обеспечили женщины. Примечательно, что общее увеличение рабочих часов произошло преимущественно за счет повышения экономической вовлеченности женщин. В первом квартале 2023 года мужчины традиционно работали больше женщин. 39 часов 21 минуту в неделю против 37 часов 36 минут. Однако, если по сравнению с первым кварталом 2022 года продолжительность рабочей недели у мужчин практически не изменилась, увеличившись лишь на 4 минуты, то у женщин она выросла на существенные 27 минут. Констатировал Агван Микоэлян, член Совета директоров Финэкспертиза. Когда рабочие смогут осуществлять свой контроль за предприятием? Только в том случае, если у них появится свободное время. А между тем продолжительность трудовой недели выросла. Это значит, что у рабочих нет времени на обучение и борьбу за улучшение условий труда. Частная и казенная статистика всегда удивительно играет на руку капиталистам. Видите ли, на четверть часа увеличилась длительность рабочей недели. Но в материалах этой статистики мы не увидим, насколько возросла продолжительность рабочей недели у рабочих и нерабочих, у специалистов разных профессий, у работников каких предприятий. Это сделано для того, чтобы затушевать проблему. Потому что по факту многие промышленные предприятия, выпускающие военную технику, перешли на 12-ти часовые смены и 6-ти дневную рабочую неделю. А это уже не 40 часов, а 72 часа. Буржуазная же статистика берет среднюю температуру по больнице и делает различия лишь по половому признаку. Но даже тут есть интересный момент, связанный с тем, что женщины стали работать на 27 минут больше. Нагрузка на женщин, работниц увеличилась. Такая ситуация в производстве может привести к тому, что огромное количество возрастных рабочих будет болеть и погибать на работе. Вместо интенсификации труда и удлинения рабочего дня, необходимо повышать производительность труда, внедрять новые станки, производственные линии, улучшать условия труда, вводить новую культуру производства и готовить молодые кадры. Рабочий класс в состоянии повлиять на этот процесс. Только коллективная борьба рабочих за зарплату, за условия труда, за производительность труда, за коллективный договор способна повлиять на буржуазию, сократить рабочий день и восстановить экономику России. Новости читал Алексей Чопа. С коммунистическим приветом из города Свердловск. Субтитры создавал DimaTorzok